приветствую всех и вся youtube в этом видео я расскажу о сюжетных линиях берсерка которые остались незаконченными и уже вряд ли будут завершены так как судьба манги находится в подвешенном состоянии но небольшая надежда все еще имеется помните что ваши бихелитовые лайки помогают видео в продвижении по пищевой цепочки ютуба давайте наберем их как можно больше youtube работает нынче именно так и про комментарии тоже не забываем ну и начинаем и так в этом ролике затронем 7 сюжетов которые по моему мнению достойны логического завершения первое кто такой рыцарь череп черепа головы это очень загадочный персонаж который на протяжении всего тайтла появляется неожиданно и также неожиданно исчезает этакий рояль в кустах за прошедшие годы мы толком то и не знаем о его истории небольшая кучка флешбеков и слов персонажей которые основываются на легендах и преданиях которые гуляют во вселенной берсерка было бы очень интересно узнать каким рыцарь череп был в человеческом обличии его характер и если он действительно король гейзерих потерявший свою империю встает вопрос о том как именно это произошло чтобы наконец ореол загадочности и недосказанности наконец исчез также интересен момент с его возлюбленной и борьбой с дланью господа чем завершилась та самая заварушка которую нам мельком показали в 362 главе вопросов очень много к этому персонажу и думаю чтобы его раскрыть покойному кентара миури понадобился добрый десяток глав дабы состыковать все нестыковки в лоре этого персонажа вторая сюжетка вытекает из 1 длань господа всем думаю интересно узнать истинную природу этих существ по какому принципу появляются новые члены руки бога как основался это дьявольский альянс кем были в жизни нынешние члены десницы убик слан конрад войт к тому же не дает покоя предыдущий созыв руки бога показаны во все той же 362 главе их способности характеры и истории становления до сих пор не дают мне покоя слишком мало информации о данных созданиях может конечно это и на пользу сюжету ибо сохраняется некая тайна однако не буду врать узнать все о них было бы приятным бонусом к уже выстроенной вселенной третий сюжет зод в берсерке настолько много колоритных и интересных персонажей что в кого не ткни пальцем задаешься вопросом блин мне хочется больше информации о нем зод как раз из таких суровый воин искавший на протяжении долгих лет достойного противника который смог бы дать ему какой-никакой отпор в кровавом поединке он самый старый из известных апостолов опыт прожитой жизни делает его имбовым апостолом которому остальные астральные существа и в подметке не годятся а его мотивы по-прежнему загадочные он вроде и злодей а вроде и нейтральный персонаж хотя это может быть просто моим предположением а его конфликт с рыцарем черепом и уважительные слова в адрес мстящего духа в железных доспехах дает некоторую пищу для размышления что в дальнейшей истории он мог бы сыграть свою роль четвертой незаконченной сюжетной линии отнесем дальнейшие действия рикерта дайбы силаты и тапасов после встречи с арахшасом думаю их не просто так ввели в сюжет и объединили в одну банду за этим несомненно что-то кроется уж слишком сильный акцент был сделан на них пятая тайна которая не дает покоя фанатам берсерка это смысл бихелита который находится у гадса практически самых первых моментов истории черного мечника какое у него предназначение сыграет ли он решающую роль в сюжете если и да то кто им воспользуется головоломка неразрешимая без дальнейшего продвижения повествования практически все кто находится на острове эльфхейм могут воспользоваться им если произойдет что-то экстраординарное и невообразимое шестая сюжетка озаглавлена как фальконские игры престолов кентара миура по мере развития сюжета берсерка небольшими порциями развивал героев как злодеев так и протагонистов новый отряд ястреба как никто получил некий буст в плане раскрытия характеров локус в этой банде является темной лошадкой как бы двусмысленно это не звучало посмотрите на его облик апостола в его речах явно присутствует некая предательская жилка как и в речах ракшаса которому по барабану на своего пернатого предводителя раскол в отряде по моему мнению должен был рано или поздно наступить но об этом мы наверное не узнаем седьмая сюжетная линия это идея зла можно ли ее победить все что произошло по сюжету это ее план этот вопрос вообще можно считать фундаментальным ибо если все события которые пережили главные герои являются хитроумным мазохистским планом идея зла не говорит ли это обезвольности данной вселенной все что ни делай придет в одну точку распланированную заранее не хотелось бы в это верить но есть множество предпосылок в пользу данного довода однако есть переменные которые в какой-то степени и опровергают это гадс и рыцарь череп две переменные портящие все уравнение тому же есть еще и каска вопрос сложен по своей природе причинность обусловленность спираль событий как ни называй но без концовки мы не можем дать очевидный ответ можно было к этим сюжеткам отнести гриффита и гадсону это я думаю тема для другого ролика ибо между ними очень много недосказанности и вопросов тем более после последней главы как то так друзья на сегодня у меня все я знаю что можно еще с десяток подобных вопросов составить если вам понравился ролик ставьте свои бихилитовые лайки и подписывайтесь на канал если наберем 2000 лайков то обязательно сделаю вторую часть и да кстати недавно настало 100 тысяч для меня это огромное достижение всем подписчикам я выражаю сердечную благодарность вы лучшие всем здоровья удачи и пока когда я получил что чего хотел удачи удачи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok